Меня зовут Евгений Бурый, я представляю Ассоциацию белорусского бизнеса за рубежом и экономическую команду Светланы Тихановской. На днях мой коллега Олеся Лихнович записал видео с экономическими рекомендациями для белорусских граждан. Сегодня я адресую обращение к белорусским бизнесменам, как находящимся в Беларуси, так и уже выехавшим за рубеж. 24 февраля наша ассоциация запустила кампанию экстренных бесплатных консультаций для белорусских бизнесов по вопросам релокации и ведения бизнеса за рубежом в связи с развязанными преступными режимами России и Беларуси войной в Украине. Уже больше двух недель мы каждый день общаемся с бизнесменами из разных сфер. Вынужден признать, что еще не все осознают серьезность нынешней ситуации. Многие в Беларуси до сих пор мыслят категориями до 24 февраля 2022 года. А факты для бизнеса в Беларуси на сегодняшний день следующие. Все чаще с белорусскими бизнесами отказываются работать западные партнеры. И это приобретает массовый характер. Многие компании столкнулись с проблемой ввода и вывода средств из-за санкций, отключения от СВИ в трех белорусских банках, санкций США против пяти банков и бойкота принятия переводов от белорусских предприятий со стороны некоторых иностранных финансовых организаций. Компании-импортеры теряют своих многолетних западных поставщиков из-за бойкота Беларуси как страны-соучастницы военного агрессора. Резкое падение курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро, ожидание дальнейшей девальвации и сильное падение покупательской способности населения обрекают компании-импортеры и производители из импортных составляющих на неминуемое банкротство. О кредитовании бизнеса уже можно забыть, так как ставки по кредитам будут запредельными, а нормы рентабельности будут падать. В целом нет такой отрасли, которая не затронет надвигающаяся экономическая катастрофа. Кроме того, резко возросла вероятность военной мобилизации мужского населения Беларуси, а также вероятность полного закрытия границ на выезды страны. И счет может идти над ними. Вот какие рекомендации наиболее актуальны на сегодняшний день. Первое. Продумайте план экстренного выезда из Беларуси. Если у вас нет шенгенской визы, рассматривайте варианты выезда в безвизовые страны. Например, Грузия, Казахстан, Армения, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет. Второе. Если вы хотите выехать в одну из стран ЕС, то ожидание получения шенгенской визы в Беларуси может занять даже несколько месяцев. Поэтому имеет смысл выехать в безвизовую страну и получать шенгенскую визу там. Третье. Позаботьтесь о выводе деньги из страны. В некоторых странах открытие счетов сейчас может быть проблематичным. Но по нашей информации беларусам свободно открывают счета в Польше, Банк ПКО, Сент-Андр и другие. Вы пока еще можете вывести до 10 тысяч долларов наличными на каждого члена семьи без декларирования. Или большие суммы с заполнением декларации. Четвертое. Постарайтесь продать активы хотя бы со скидкой. Сегодня стоит себе честно признаться в том, что бизнес в Беларуси будет стремительно терять свою ценность. Пятое. Воспринимайте ваш отъезд как временную релокацию. Помните, что таким образом вы сохраняете свой капитал и бизнес-потенциал. Минимизируете риски для себя и вашей семьи. По вопросам релокации и организации бизнеса за рубежом вы можете обратиться к нам. И мы вместе с белорусскими бизнесменами, которые уже за рубежом, сделаем все возможное, чтобы вам помочь. Стоит признать, что и за пределами Беларуси бизнес сейчас сталкивается с определенными проблемами, порой проявлениями дискриминации. Но мы убеждены, что это временный и сугубо эмоциональный фактор, с которым мы быстро справимся, если объединимся и будем действовать сообща. Если вы столкнулись с дискриминацией, пожалуйста, сообщите нам об этом. На нашем сайте есть специальная форма для заполнения. Мы обобщим всю эту информацию и, используя все возможные инструменты и контакты, будем отстаивать наши права, объяснять на всех уровнях, что белорусы не должны нести ответственность за преступные действия двух диктаторов и их оккупационных режимов. Сегодня консолидация белорусского бизнеса – это уже не просто про бизнес-контакты или нетворкинг. Это вопрос выживания. Поэтому объединяйтесь, вступайте в бизнес-союзы и сообщества, поддерживайте бизнес-ассоциации, которые защищают и отстаивают права и интересы белорусского бизнеса за рубежом. Связывайтесь с нами, мы постараемся помочь. Только вместе мы сможем сохранить и сплотить белорусский бизнес для новой и свободной Беларуси. Спасибо. Спасибо.